Это вот это качание, это иудейская тема, когда они стоят у стены плача, они обычно там качаются вот так вот, они читают Тору и качаются. Это иудейская практика, это не из ислама. Откуда вы это взяли? Просто даже одно это уже как-то меня настораживает лично. Вообще армия Кадырова это армия Москвы, так на всякий случай. Это Москва их вооружает, Москва их обеспечивает. Вы думаете Кадыров платит им деньги откуда? Со своего бизнеса что ли? Он коней своих продает? Тумсо, сообщение длинное, пришлю трижды. Тогда зачитай, тогда зачитай. Тумсо, сегодня Джамбокс выложил пост о том, как много глава ЧАЭР, великий служитель священного Корана, защитник пророка Мухаммада, Рамзан уже хаджи Кадыров делает для мусульманской умы, для ее единства, для защиты ислама, духовного развития. И воспитание молодежи, говоря, что величайший Ахмад отдал свою жизнь на пути Аллаха. Школы хафизов, большие зарплаты учителей, лучшие условия для учебы. Поняв, что проваливается тема благотворительности, взялись за религию. На странице 38100 подписчиков. Освятей эту тему, она важна для молодежи. Что за школы, на чьи средства построены? Кто там обучается? Бесспорно, против грамотной речи Умарова должен выступить не менее красноречивый и образованный Тумсо Баркал. Слушай, ну за такую оценку грамотного и образованного спасибо, конечно. Я, честно говоря, не читал этот его пост, не знаю, но из того, что ты написал, могу сказать, вы знаете, вот можно в целом своровать очень много денег, отобрать их у людей, творить очень много зла и при этом сделать какое-то добро и везде говорить об этом своем добре, везде его пихать и думать, что люди теперь закроют глаза на все то зло, которое ты сделал. Да, это, конечно, такое замыливание темы для идиотов. Конечно, найдутся такие, кто наверняка закроют, будут говорить об этом. Но я всегда напоминаю о том, что вот эти сироты, оставшиеся после того, как Кадыров убил их отцов, Кадыров и его преступники, вот эти кадыровцы, полиция, всякая Росгвардия, полки имени, вторые, третьи, батальоны, это все его войска, это его команда. И вот то, что они делают, убивают людей, после этого остаются сироты, остаются вдовы, остаются родители, потерявшие своих детей. Им вот не легче от этих школ хафизов, от красивых дорог, красивых фонтанов, от всего этого не легче, абсолютно. Когда эти родители едут хоронить своих детей по хорошим дорогам, мимо красивых парков и мимо школ хафизов, они не радуются им, понимаете? Это несопоставимо просто. Те потери, которые от них мы получаем и то, что они там что-то строят, это несопоставимо. За какие деньги построены школы хафизов и так далее, я не захожу даже в эту тему, я не пытаюсь в этом разобраться. Я лишь могу сказать, что любой злодей, любой тиран, он обязательно всегда, во все времена, он делал что-то такое, чтобы вот таким образом потом его пропагандисты в виде Джамбулата Умарова, ЧГТРК Грязный и прочее, чтобы они потом указывали людям на это и говорили, вот смотрите, вы постоянно говорите о его злодеяниях, вы думаете о его злодеяниях, а вот посмотрите, он здесь сделал благо. Да, конечно, если бы он этого не делал, он был бы вообще абсолютным злодеем, вообще им нечего было бы предъявлять. А так они, да, будут показывать, конечно, вот эти вот какие-то хорошие моменты. Когда мы говорим, что фонд Кадырова занимается фейковой благотворительностью, лжеблаготворительностью, выдает федеральные деньги за свою благотворительность, это ведь не значит, что они вообще в принципе не занимаются благотворительностью. Конечно, нет. Конечно, в их деятельности найдется какая-то благотворительность, которую они реально сделали за свои деньги. Если, конечно, их можно называть своими, тоже очень все сомнительно, но я имею в виду, мы найдем то, что было перечислено с их счетов, реально оплачено ими, то есть та благотворительность, которая была оплачена фондом Кадырова, мы ее найдем. Если бы этого не было, то там вообще абсолютно неблаготворительный был бы фонд. То есть они что делают? Они берут какую-то часть небольшой благотворительности, а затем огромную часть федерального бюджета выдают за свою благотворительность, смешивают, понимаете, смешивают с ложью большое количество правды и это все, потом эту свою ложь тоже выдают за правду. Поэтому и то, о чем мы сейчас говорим, со строительством этих школ хафизов, со строительством мечетей, со строительством дорог хороших и прочих там каких-то спортивных комплексов, это все, да, это все хорошо, но это не покроет того вреда, того зла, которое мы получаем от них. И по поводу этих школ хафизов я еще отдельно хотел бы сказать, и по поводу школ хафизов, и по поводу всяких там мидресе, вот этих вот, где они учат якобы религии людей, тот же там российский исламский университет имени Кунта Хаджи, и я хочу сказать, что в этом всем нет никакого блага, если там не учат тебя религии в соответствии с Кораном, с Сунной и с методологией посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, если не учат пониманию этой религии так, как ее понимали сподвижники пророка, мир ему и благословения Аллаха, да буди довольны не всеми Аллах, если тебя там учат лже-религии, путинскому исламу, то в этом нет никакого блага. Я не знаю по поводу этих школ хафизов, я не могу детально как-то эту тему разобрать, но я скажу, что я вот мысую оценку просто со стороны, из того, что я видел. Вы видели, как эти дети сидят и вот так вот качаясь из стороны в сторону, вот так вот зачитывают Уран? Тогда я не понял, почему, что это за вот это движение, почему они все это делают? Ладно, если бы это делал бы там один-два человека, я подумал бы, ну может, это вот у них такая тема, ну замыкает человек по-своему, ему так удобно как-то он качается. Но они все так делают, я понимаю, что это такая методология, это видимо преподаватель, устаз их не он, он учит их этому, он говорит, что нужно вот так качаться. И вот откуда они это взяли? Это вот это качание, это иудейская тема, когда они стоят у стены плача, они обычно там качаются вот так вот, они читают Тору и качаются. Это иудейская практика, это не из ислама. Откуда вы это взяли? Просто даже одно это уже как-то меня настораживает лично. Я бы своего ребенка или любого находящегося под моей опекой ребенка, я бы не отдал туда учить УРАН. Просто из-за этого. Понимаете? Я не знаю, если кого-то, кто-то считает, что это нормально, как бы, кого-то не настораживает, это дело ваше. Я бы не отдал. Антон, я думаю, что Москва уже не сможет противостоять Кадырову, если даже они его не будут устраивать. Столько лет он у власти, огромная личная армия, деньги и так далее. У Москвы армия, вообще армия Кадырова, это армия Москвы, так на всякий случай. Это Москва их вооружает, это Москва их обеспечивает. Вы думаете, Кадыров платит им деньги откуда? Со своего бизнеса, что ли? Он коней своих продает и платит им деньги. Эти, вся эта так называемая армия Кадырова, она получает зарплату из федерального бюджета, тоже не из благотворительного фонда Ахмата Кадырова, из федерального бюджета. Нет зарплаты, нет армии. Как вы думаете, если станет выбор для этой армии? Вот вам Москва, которая платит вам деньги щедро, вот вам Кадыров, который может максимум месяц-два вам что-нибудь заплатит, а потом все, деньги закончат. Что они выберут, как вы думаете? Субтитры создавал DimaTorzok